Доброго времени суток! Это обзор и вскрытие представителя серии ультрабуков Asus ZenBook UX303. Точная модель данного ноутбука, который присутствует в обзоре, и его же характеристики будут присутствовать в названии и описании видео с той вот стороны. Итак, серия, как я сказал, ультрабуков. Ультрабуков в размере 13,3 дюйма экрана. Корпус этой серии выполнен. Верхняя крышка металлическая. Рамка вокруг матрицы либо пластик, либо тачскрин в случае, если экран с тачскрином. Верхняя часть корпуса металлическая. И дно металлическое. То есть, в большинстве случаев он почти полностью металлический. Ноутбуки данной серии существуют на, сколько получается, в сумме на 6 приблизительно версиях процессоров. Это i3, i5, i7, 5 и 6 поколения. То есть, грубо говоря, 6 разновидностей процессоров. В зависимости от поколения процессоров, 5 либо 6, существуют вариации. Насколько, по крайней мере, я смог увидеть, ну, примерно, про мониторинг в интернете. Основные различия 5 и 6 поколения для данной серии ноутбуков. Ну, то есть, по поколению процессоров можно различать, но, по сути, немного отличаются сами ноутбуки. Это, в первую очередь, матрица на 5 поколении. Ну, то есть, матрица, то есть, сам экран типа T. То есть, обычная не IPS, а следовательно, и углы обзора меньше. И, ну, короче, хуже матрицы. Если 6 поколение, то матрица, скорее всего, будет IPS. Зачастую сейчас в характеристиках в описании в магазинах указывают, но общая тенденция примерно такая. Серия стоимостью приблизительно от 700 до 1120 долларов. Конкретно этот ноутбук 1000 долларов приблизительно, потому что i7. В целом, он вот достаточно тонкий, приблизительно 20 сантиметров толщины в самом толстом, то есть, вот здесь вот месте. Ничего, в принципе, особенного. Вес около полутора килограмма. Ну, такой небольшой, в принципе, приятный в руках. Металлический ноутбук, ультрабук, кому как удобнее говорить. По портам, если сегодня фокус возьмется, то я покажу прямо даже четко. С левой части ноутбука присутствуют вот тут вот два порта USB 3.0 и картридер. С этой стороны, то есть, с правой, можно увидеть порт питания, mini-дисплей-порт, порт USB 3.0, HDMI, комбинированный вход аудио, то есть, под гарнитуру наушники и микрофон, и индикатор заряда батареи, он тоже здесь присутствует. С передней части ноутбука, то есть, снизу, на нижней части, кажется, ничего нету. Сзади, единственное, что есть, ну, она немного приныкана, то есть, припрятана, вот тут вот выдув кулера находится. Собственно, кроме этого, по внешнему виду я, пожалуй, больше рассказывать ничего не буду, я кратко пробежался. Перейду к следующему моменту, вот если перернуть, можно увидеть нижнюю часть корпуса, на ней, в принципе, особенно ничего нету, есть что, есть вот по бокам две решеточки, выход по динамике, которые, соответственно, будут, получается, звук, как бы, направлять, если он стоит вот так вот, получается, в поверхности, на которой стоит ноутбук, от которой потом будет отражаться. Наверное, более эффективны все-таки те решения, в которых динамика находится вот здесь, потому что, ну, как бы, они направляют основной звук, получается, напрямую к человеку, который находится напротив них. Так он, наверное, чей больше будет рассеиваться по помещению. И что еще можно здесь увидеть? Вот эти вот две маленькие решеточки. Две маленькие решеточки, насколько я мог судить, рассчитаны на то, чтобы через них входил воздух из окружающей среды. К ним я вернусь чуть позже. Относительно разборки тут все достаточно просто. Чтобы разобрать ноутбук, нужно снять нижнюю крышку, вот это вот днище. Снимается она, чтобы ее снять, точнее, нужно скрутить вот болты по периметру, вот эти вот. То есть три, три, вот болт, вот тут, вот тут. И два болта под ножками. После этого нижняя крышка снимается достаточно просто. Здесь просто поднимается с этой стороны и снимается. Она, как я сказал, металлическая, вот как я сказал, сеточка. Она явно прозрачная. Ну, вот тут, кстати, находится наклеечка с указанием точного дали ноутбука. То есть не снаружи корпуса, а внутри. Это просто мелочь, которую я решил указать. Сняв крышку, можно увидеть что. С чего бы начать. Начну, пожалуй, я с бата... Нет, начну, пожалуй, со зву. Я прошу улететь внимание, что батарею я уже отсоединил, поэтому как бы какие-либо... Ну, то есть я уже мать обесточил. Как бы дальше можно уже что-то снимать, смотреть и так далее. Если будете его разбирать, питание обязательно снимайте. Азу. В данном ноутбуке присутствует один слот Азу. Так же вот данный, конкретно из данного представителя 8 гигабайт вот тут вот, то есть платочка 8 гигабайт. В оригинале, кстати, вроде бы было 4. Или вообще не было. Но просто у него есть Азу, распаянное на материнской плате вот здесь вот. То есть, как правило, в данных ноутбуках основное Азу распаяно и есть возможность его расширения через добавление вот таким вот образом платы Азу. Азу типа DDR3L, то есть Low Voltage 1.35 Вольта. Ничего особенного. В принципе, стандартное Азу. Вот здесь находится шлейф клавиатуры. Как я сказал, отсоединяется коннектор батареи. Но, пожалуй, сниму батарею. Ее покажу и покажу один момент с ней связанный. Чтобы снять батарею, нужно скрутить несколько болтиков. раз, болт. Два. Три. Тут вот четвертый. И последний, пятый. Он отличается от всех предыдущих. Он более длинный. Находится вот здесь вот посередине. Вот. Я как бы скрутил все болты с батареей. И казалось бы, что я могу ее уже, в принципе, поднять. Поднимать, наверное, вот наиболее целесообразно за вот эту вот часть. Но, как оказывается, не все так просто. А в данном ноутбуке, особенность конструктивных решений данного ноутбука в том, что батарея, точнее, к батарее зачем-то приклеены к динамике. То есть, не к верхней части корпуса, а к батарее. Зачем? Не знаю. Просто, видимо, захотелось. Так сделали. Так, потому что, в принципе, можно было приклеить к верхней части корпуса. И чтобы, если не батарею, как бы отсоединять динамики, распутывать их проводочки, не приходилось бы. Это мелочь, но неприятная. Сейчас я проводочек, динамик освобожу. И вот я динамик отсоединил, проводочек из этого паза выглядел. Можно теперь снимать батарею. Динамики к ней не прикручены, просто приклеены. Но, тем не менее, зачем-то это сделали. Батарея. Конкретно вот в этом ноутбуке стоит батарея литий-полимерная. Насколько я знаю, да, литий-полимер. В ней написано на 5000 мАч. Я вот сейчас примерно покажу. Кому интересно будет, тот остановит, почитает. Если кому-то что-то нужно. Особенность, которую я хотел бы подчеркнуть, кроме вот этого уникального решения относительно приклеенных динамиков. На представителях данной серии, у которых пятое поколение i-серии, у них батарея, по крайней мере, заявленная обычно, 5000 мАч. Те, которые на шестом поколении, у них 4300 мАч. То есть, она немного меньше. Почему? Я не знаю, зачем лишний раз обрезать 700 мАч. Возможно, он будет держать более новый ноутбук столько же, а возможно, будет немного меньше. По крайней мере, причин держать его меньше есть. Следующий момент. В ноутбуке установлен основной жесткий диск типа 2,5 дюйма в обычный SATA 3 порт. Момент, который с ним связан, я сейчас сразу покажу, чтобы его снять, если есть желание его поменять. Вот так вот стояла батарея. Короче, жесткий диск прижимается вот здесь, вот батарея. То есть, чтобы снять жесткий диск, нужно снять батарею. Чтобы снять, чтобы снять которую, нужно снять динамики. Вот в этот момент начинают чувствоваться уже некие, такие, необоснованные, ну как, не совсем обоснованные, не понятно, зачем нужные, такие неудобные, конструктивные решения. То есть, не обязательно было прижимать жесткий диск с батареей, он в принципе прекрасно бы держался на четырех, даже на трех болтах. То есть, вскрутил вот ранее, когда снимал батарею, вот этот болт, сейчас скручиваю еще раз, два, три, и после этого могу снять жесткий диск. Ну тут есть пару моментов с наклейкой. Наклеечку вот эту вот нужно приподнять и вот этот вот. Жесткий диск, как я сказал, 2,5 дюйма, входа SATA, толщины Slim, насколько я вижу, 7 миллиметров, то есть, Slim-овский тонкий жесткий диск, толстый сюда не войдет, ноутбук в принципе тонкий и было бы крайне удивительно, если бы сюда входил толстый жесткий диск. В принципе, это не слишком существенно, потому что, если его менять, менять его, скорее всего, будет желание на SSD-шку, SSD-шки 2,5 дюйма, они все Slim-овские, поэтому значения это не имеет. Сам оригинальный жесткий диск вполне себе обыкновенный, 5400 миллиампер, ой, каких миллиампер, боже мой, извиняюсь, 5400 оборотов в минуту, то есть, стандартной скорости вращения, ничего особенного, не гибридка, обычный жесткий диск. Раз уж я затронул жесткий диск, следующий момент, касающийся установленных накопителей в данном ноутбуке, это наличие порта mSATA. Относительно порта mSATA, всегда можно поставить накопитель mSATA, в который, там будет, допустим, 100 гигабайт, на него можно поставить винду, а этот винт станет, вот, который вот был основной, станет вспомогательным, то есть, диском D, на котором можно там хранить игры, файлы, фильмы, кому что нужно. Так вот, поставить его можно, но стоит учитывать тот факт, что сюда станет mSATA только полуразмерная, ну, то есть, вот только вот такого, только вот такого вот размера. Почему только такого, потому что есть mSATA, которые, ну, вот, грубо говоря, по размеру, как две вот такие вот, то есть, он длиннее, но такого размера mSATA, она просто не войдет, потому что, если вот ее вот так ставить, начать опускать, она упрется в кулер, и, соответственно, она вообще никак не станет, и ничего с этого не получится, поэтому, если будете покупать, берите только вот такие вот. далее, что затронем, просто бегло пробегусь, вот тут находится Wi-Fi, с двумя маленькими антеннами, ничего особенного, она устанавливается на отдельную плату, которая соединяется к основной материнской плате, вот этим вот шлейфиком. Так, начну сразу подходить к тому моменту, который дальше будет развиваться постепенно. Верхняя часть корпуса, которая вокруг клавиатуры, я отмечал тот факт, что она металлическая, потому что сверху создается впечатление исключительно такое, она чистый металл. Но, если вот особенно с ней батареи, можно хорошо увидеть, что вот она металлическая часть корпуса, верхняя, верхняя часть корпуса, вот она металлическая, но, как бы, она стоит на вот, на обычной пластиковой конструкции, то есть, верхняя часть корпуса, в которой встроена клавиатура, состоит, грубо говоря, из двух частей, ну, минимум, то есть, из двух частей основных, это верхняя металлическая, на которую устанавливается пластиковая снизу, и к которой уже крепится, то есть, батарея к самой пластиковой части, и другие-другие комплектующие. Я постепенно буду, как бы, объясню, к чему я этот факт упомянул. Дальше. Я быстро бегал от колер. Кулер, кулер, в принципе, есть, для ноутбуков, размера 13,3 дюйма экрана, это, в принципе, вполне стандартный, нормальный размер кулера, также присутствует стандартная термопластинка, которая прижимается к процессору, к которой присоединена термотрубка, которая дает тепло радиатор, который выделяет тепло, и из которого выдувается кулер. Стандартная, обычная система охлаждения, ничего вообще совершенно особенного. Единственный момент, который относительно ее хотел бы заметить, это вот те самые отверстия, которые я говорил ранее. Отверстия, которые, ну, я могу объяснить только, что они нужны только для того, чтобы, как бы, входил воздух. Какой существует момент? Вот, кулер выдувает вот сюда вот, то есть, он выходит, убирается вот эту вот планочку, и расходится в двух направлениях, большая часть вниз уходит, и чуть меньше вверх, в ту сторону. И, соответственно, вот это вот отверстие, через которое, так или иначе, этот воздух будет входить в сторону кулера, вот сюда вот, чтобы потом выдуться, оно будет втягивать часть воздуха выдуваемого, то есть, уже подогретого. Следовательно, из-за этого немножко страдает эффективность этой самой системы охлаждения. Как можно было бы этого избежать? Да, с моей точки зрения, достаточно просто, если бы эти отверстия находились не вот здесь, где-нибудь вот здесь, и было бы работал стандартный принцип сквозняка. Тут втянулось, тут выдулось, все работает, все классно. Я не думаю, что это вызывает какие-либо там сложные, огромные трудности, это просто такой небольшой косячок, который не обратили внимания, и просто забили. Ай, в первую очередь, ну, точнее, в первую очередь прикручено, вот болтом раз, и болтом два, вот этим вот, и прижимается термотрубкой с радиатором. Так вот, момент действительно значимый, этот факт, что второй болт крепящий, он вкручивается через петлю, и петля в том числе прижимает кулер. То есть, что это, какие трудности с этим связаны. Чтобы снять вот этот самый чудо-кулер, чтобы, допустим, почистить, нужно скрутить болт вот этот вот. Этот болт неизбежно будет скручен при снимании крышки нижней. И нужно скрутить два, ну, то есть снять шлейф матрицы, как я сделал, скрутить болт раз, скрутить болт два, так, сейчас магнитик, магнитик. Вот, скрутили два болта. После этого можно, имеем возможность, приподнять петлю, крепление петли на нижней части корпуса. И вот только после этого можно снимать кулер. Блин, такой же, вот тот же самый принцип непонятного дополнительного геморрога, который используется для снимания батареи, для снимания жесткого диска. Чтобы снять какую-то одну комплектующую, нужно снять другую комплектующую. Зачем? В случае с кулером я вообще не понимаю, чем это обосновано, но сделано именно таким образом крайне неудобно. Зачем? Хрен его знает. Раз уж я, опять же, коснулся петель, пройдемся по петлям. Петли матрицы крепятся к нижней части корпуса тремя болтами. Один из этих трех болтов у каждой петли вкручивается через нижнюю часть, и находится под ножками, ну, через днище, и находится под ножками. И два болта, вот, я только что вот тут воскрутил, и два вот тут есть. Сейчас креечку приподниму. Блин, случайно антенну снял. Сейчас я обратно поставлю. Снимаюсь. Антенну в Wi-Fi случайно снял. Все нормально. Вот так вот обратно поставлю. Так, и два болта, как я говорил, находятся вот здесь вот. Болтов в целом количество небольшое, площадь распределения напряжения от открывания и закрывания крышки аналогично небольшая. Кроме того, эти самые болты, крепящие петли матрицы на нижней части корпуса, расположенные в линию, за счет чего их расшатывание более эффективное, следовательно, и отламываться будут как бы достаточно неплохо, по идее. И, кроме всего прочего, еще в следующий минус, это как бы, я на всякий случай уточню, это недостатки вот текущей конструкции крепления петель, с моей точки зрения. И последним как бы моментом, являющимся, с моей точки зрения, минусом в том, что эти самые петли матрицы крепятся к верхней части корпуса через определенные другие комплектующие, то есть, в данном случае, через материнскую плату и через EO-Board, ну, вспомогательную плату, на которой вот установлена Wi-Fi, и там USB порты и картридер. Так вот, это вот те минусы, которые есть. И еще последний, самый главный минус, я вот показывал вот эту пластиковую часть корпуса. Минус заключается в том, что верхняя часть корпуса, она как бы показана как металлическая, но по факту там снизу под металлом есть пластиковая конструкция, к которой в данном случае, к которой пластиковой конструкции крепятся вот эти самые петли, то есть, они вкручиваются не в металлические крепления, ну, то есть, не в крепления, установленные в металле, а в крепления, установленные в пластике. Какой минус? Правильно, пластик ломается проще металла. Следующий вытекающий минус, когда отламывается крепление петель пластиковая, петля начинает плавать, начинает ломать мать, начинает ломать вспомогательную плату. Кстати, в защиту крепления петель этого ноутбука с вот этой, то есть с левой стороны, скажу, что вот тут есть одно крепление, которое в пластиковую часть вкручивается, но через металлическую пластину, которая держит клавиатуру. И поэтому вот тут чуть крепче будет, как бы, ну, то есть ресурс открытия-закрытия будет чуть больше для вот этого крепления петли. Этой, по-моему, чуть меньше. Да, как бы, эффективность вот этого крепления в пластик в данном случае увеличена относительно обычного тупого крепления в пластик, чем увеличена тем, что вкручивается через мать, и как бы я не считал, каким бы я не считал это плохим решением с точки зрения, что мать может быть разломана петлей, мать по факту все равно укрепляет, на самом деле, она, ну, крепление, ну, как бы она перераспределяет это напряжение на большую площадь, и потом вот в этом же месте эти самые крепления петель, они прижимаются вот этими вот штучками. То есть оно вроде как достаточно крепко, по крайней мере, значительно крепче, чем на бюджете, но в целом скажу, что можно было бы использовать в качестве основы, когда они вкручиваются, все-таки не пластик, и желательно, чтобы крепление петли не проходило через материнскую плату, потому что, ну, рано или поздно, так или иначе, это крепление от верхней части корпуса, там вот, там вот, возможно, отломается. Если бы оно отломалось просто, ты просто берешь и меняешь верхнюю часть корпуса, и все, у тебя опять полноценный нормальный рабочий ноутбук. Но если эта сволочь сломается вот здесь, вот, она может сломать и мать, а менять и верхнюю часть корпуса, и мать, это не половина, это, там, 60% стоимости ноутбука, это дохрена дорого, это неудобно, это не классно. Собственно, я не люблю такие конструктивные решения. Далее. Момент, который критикую везде, и который критиковать буду здесь. Клавиатура здесь, естественно, встроена в верхнюю часть корпуса. Это сейчас стандартное решение, применяется везде, то есть она снимается не сверху, а снимается снизу верхней части корпуса. То есть, ну, не буду открывать, тут же скручено. И, короче, надо же как-то ее крепить, и для этого используют стандартную металлическую пластину. Вот краешек ее видно, вот она находится. И эта самая металлическая пластина, она прижимает клавиатуру, то есть, как бы держит ее в верхней части корпуса. И эту пластину нужно как-то на верхней части корпуса крепить. И некоторые отдельные производители иногда радуют и используют принцип вполне себе логичный. И они используют маленькие полутора-двухмиллиметровые болтики, которые просто вкручиваются по периметру этой самой металлической пластины и держат ее крепенько на верхней части корпуса. Но в большинстве случаев эти самые производители, и вот в данном случае, в том числе, они конкретно не радуют. Они эту пластину, говорят, мы не будем ее вкручивать болтиками, они говорят, мы ее сейчас прифигачим. Вот такими вот, сейчас покажу поближе, приделаем вот такими вот металлическими, ой, металлическими, извиняюсь, пластиковыми припайочками. Вот тут она, вот тут она и так далее, и она по всему периметру, по всей площади. Какие есть у этих, как бы, пластиковых креплений преимущества относительно коротких болтиков? Для потребителя, пожалуй, никаких. Потому что, чтобы поменять клавиатуру, если он, не дай бог, не заработает, там, сольется или там еще что с ней случится, нужно, получается, менять всю часть корпуса. То есть, ну, модуль клавиатуры это называется, когда клавиатура, встроенная в верхнюю часть корпуса, меняется целиком. Ну, если бы были в болтике, можно было бы купить просто клавиатуру, скрутить металлическую вот эту вот пластину, при поднятии вставить новую клавиатуру, пластину обратно прикрутить, все классно, все счастливы. Тут же используется более геморрный способ, но, как я и сказал, никаких положительных моментов для потребителя, зато огромные положительные моменты для производителя. Потому что, потому что, если менять, ну, допустим, ситуация, человек залил ноутбук, это случай не гарантийный, значит, платный ремонт, значит, возможность заработать на дополнительных, как бы, на сервисе, грубо говоря. И, если бы клавиатура легко менялась, можно было бы сказать, мы вам поменяем клавиатуру, стоит это, там, N, грубо говоря. А то ты говоришь, понимаете, клавиатуру мы поменяем, все классно, без проблем, только вот эта вот самая N, определенная сумма стоимости замены, она будет значительно дороже, за счет того, что деталь клавиатуры и деталь модуль клавиатуры, они совершенно разные по стоимости, причем различаются, наверное, раза в два. Ну, как бы, я думаю, это все-таки значительно, и это играет определенную роль. Ну, основные положительные, отрицательные нюансы я, вроде бы, попытался отразить, показать, рассказать по ноутбуку, по ноутбуку в целом, по конструкции именно вот этой серии, что хочу сказать. Конкретных, сильно положительных моментов, к сожалению, не вижу. У ноутбука в целом неплохие, как бы, общие характеристики, то есть, у него там встречаются хорошие процессы, у него там все классно, там, клавиатуры с подсветкой, матрицы, тачскрины, АЗУ, вот с этим у него все классно. У него металлический корпус, вот батарея там достаточно большая. В плане характеристик, к нему особо придраться нечего, он там и легкий, и тонкий. Но вот с точки зрения некоторых, назовем это что ли, конструкторских решений, которые были применены в данном ноутбуке, у меня есть несколько вопросов, которые я отнесу к недостаткам в первую очередь, и, наверное, только про недостатки в итоге в целом поговорю. Короче, в целом, главный недостаток выглядит так. Сделано так, чтобы разбирался через жопу. Что в это включено? В это включено то, что, допустим, чтобы снять жесткий диск, нужно снять батарею, которая не снимается без отсоединения динамиков, которые к ней приклеены непонятно зачем. Чтобы снять кулер, нужно открутить петлю, снять шлейф матрицы, приподнять петлю, и после этого, возможно, у тебя получится снять кулер. Без этого никак, к примеру. Ну, стандартное решение через жопу, называемое, чтобы поменять клавиатуру, никак поменять модуль клавиатуры, я даже вспоминать не буду. Сделано неудобно, чтобы дороже было обслуживание. Причем, если стандартная проблема с заменой клавиатуры является классической, и я хотя бы понимаю, зачем это делают, и делают производители, чтобы зарабатывать больше денег на обслуживание, то зачем делать вот эту вот жопу с сниманием вот самого, допустим, жесткого диска, ну, то есть, невозможно, хотя бы при поднимании батареи или с кулером, зачем это делают, я не понимаю. Я даже понимаю, зачем делают хреновое крепление петель на верхней части корпуса. Да все просто, чтобы ноутбуки не служили 10 лет, чтобы он отработал максимум пятерку, а потом сломался к хренам собачьим так, что у тебя желания восстанавливать не было, и ты пошел за новым. А то и там за 3, ну, как бы 2 года у него гарантия, на 2 года он рассчитан, что он будет служить. И в течение 2 лет поменяют только те, кто там вот захочет. А после 2 лет ты как бы там 3 годика он проработал, 4, но на 5, допустим, сломался, и чтобы он не служил тебе долго, потому что долговечность использования, она прикольная штука для пользователя, а не выгодная для производителя, ему не выгодно, чтобы ноутбуки покупали слишком редко. Ну, небольшим минусом, как бы небольшим таким особенностям серии, которые нужно обращать внимание, это небольшие различия между 5 и 6 поколением процессора, которые я говорил ранее, это именно разница по матрице, у 6 поколения лучше матрица, с другой стороны, у 5 поколения чуть больше объем батареи. Кроме этого, у различий этих поколений нету. И по ноутбуку в целом, по ультрабуку, извиняюсь, в целом, по этой серии. Серия, пожалуй, в целом, может быть и неплохая, но, честно говоря, не лучшая из того, что я видел среди Asus. В первую очередь, это касается как раз тех самых дебильных решений и вот этих вот креплений петель. Есть, допустим, серия того же зонбука 305-я, вот 305-я, честно говоря, все как-то получше, пободрее, и стоит она те же, грубо говоря, деньги, и петли там крепятся лучше, и если уж я, допустим, выбирал бы себе, я бы, наверное, брал бы себе 305-ю. И в свете того, что я, как бы, знаю, что есть прямой аналог по той же стоимости, того же формата, только более удачный, я скажу, что эту вот серию и этот ноутбук я не буду рекомендовать вообще, потому что я не вижу ни одного преимущества у этого ноутбука, у этой серии, перед серией UX305. Да, понятно, что там с точки зрения циферок это предшествующее, типа, можно сказать, что неудачное, но нихрена. Это делают просто разные люди. 310-я серия UX310, те же самые проблемы с вот этой, с петлями, нет вот этой жопы с разборкой, но с петлями, допустим, те же проблемы. То есть это просто частные случаи конкретных серий. Мы на этом, как бы, данный обзор считаю оконченным. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, смотрите другие обзоры. До скорых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует...